В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отметили работники речного и морского флота. Тверская область имеет к этой дате прямое отношение. Еще с дореволюционных времен по многим рекам и озерам Верхней Волжи постоянно курсировали самые разные суда. Сейчас их стало намного меньше, и тем не менее в навигацию еще можно встретить некоторые теплоходы. С экипажем одного из них пообщалась наша съемочная группа. Экипаж обычного прогулочного теплохода совсем не велик. Это все-таки не крейсер и не океанский лайнер. Всем здесь заправляют моторист, кассир-матрос, буфетчица, ну и, конечно же, капитан. На Михаиле Ершове это Валерий Смирнов. Он отмечает, управляя судном, всегда надо быть максимально внимательным, поскольку прямо по курсу может появиться все, что угодно. Могут быть и лодки, могут быть яхты, как тут проходить. Купающиеся заплывают иногда раз. За этим надо все следить, чтобы не было никаких нарушений. Среди капитанов Тверских речных теплоходов есть и настоящий морской волк. Это Владимир Сережин. До самой пенсии он бороздил моря и океаны. Выйдя в отставку и осев в Твери, понял, что все равно не может сидеть без работы. Говорит, что, конечно же, существует приличная разница везти судно, скажем, по Баренцеву морю или по Волге. Однако есть и что-то общее. Все речки впадают в моря. Все моряки попадали в речки рано или поздно. По рекам ходили. По тем рекам, которые мы не знали, ходили с лосманами. Разница есть, когда это? По большому счету нет. Только что берега постоянно видно. За техническую готовность теплохода отвечает моторист. Сергей Архипенко говорит, что его работа очень непростая. Хотя в команде Михаила Ершова полная взаимовыручка, однако и корабль плывет в первую очередь благодаря его труду. Ремонт всех узлов и агрегатов, соответственно, сдача соответствующим инстанциям. Для обычного потребителя это техосмотр, грубо говоря, особенно. Это достаточно сложно. Справляемся, хотя теплоходы уже старенькие, работы много, но, тем не менее, содержим их в лучшем виде. А еще время от времени экипаж речного теплохода пополняет еще один человек. Экскурсовод Владимир Ткалич в профессии аж с 1975 года. Азы постигал еще школьникам в туристско-краеведческом клубе при Калининском дворце пионеров. По сути, все основные знания он получил именно тогда, поскольку учили на совесть. Например, памятник Михаилу Ивановичу Калинину. И две недели. За это время я должен был подготовить рассказ на три минуты об этом памятнике. И ответить на те вопросы, которые зададут мне мои же ровесники, те, которые обучались со мной. А еще Владимир Ткалич прекрасно помнит те времена, когда по водоемам Верхней Волжи ежедневно курсировали десятки пассажирских судов, барж. Когда Волга играла огромнейшую роль в логистике не только региона, но и всей страны. И он, как и весь экипаж Михаила Ершова, очень надеется на возрождение речного транспорта. Тем более, что первые ласточки уже появляются. В том числе и возле причала в Тверской области. Продолжение следует...